Я Чередниченко Зинаида Дмитриевна. Год рождения надо. Не обязательно. Нет. Живу в Матвеевке 22 года. Вообще в Хабаровск мы приехали в 79 году в августе. А родилась я в Кировской области, город Мураши. Я хочу рассказать о папе. Он... Он у меня участник войны. Инвалид войны. 23 сентября 1941 года его ранило в руку. В левую. Под Ленинградом. Они как раз вот держали оборону перед тем, как блокада началась. Были сильные, ожесточенные бои. Ну, как он рассказывал, говорит, один раз атака захлебнулась у них. Потом пошли на второй. Там перелесок, открытая все местность. Леса не было, а такие вот, типа как лиманы. Ну, а он был командир взвода как раз. Ну, и его ранило в руку. Вынес его с поля боя. Его друг, хоробрых, дядя Саша. Ну, они потом после войны дружили долго. Ну, так он особо, как в старике, они особо не любили войну вспоминать. Что там вспоминать, говорит. Что было, то было. Он ездил в 74-м году туда, где его ранило на поле, на место боев. Там фотографии принесли, там привез много. Он фотографом был. Что еще спрашивать? Вы рассказывали, что он каким-то войскам он носился. НКВД. Войска НКВД. Он после армии, его так и оставили. Он в Ленинградском округе служил. И его так и оставили. Война началась. И вот он в войсках НКВД служил. В общем, за гранатряд. Или как они там назывались. А мама что-нибудь? Мама у меня во время войны работала в депо. Ремонтировали паровозы, которые приходили с войны. Ну, с полев, с поля боя там или где там какие-то самые. В общем, короче говоря, они ремонтировали паровозы. В депо работала. Тоже рассказывала много. Все дни и ночи безвылазно работали. То, что бегом-бегом надо было отправлять на фронт. Опять отремонтированные паровозы, вагоны. Тоже за... Где-то у нее была награда. Но мы дети, господи. Видимо, заиграли ее куда-то. Вот она была награждена у меня. Тоже за... За войну. Ну, в общем, не помню уже. У меня еще во время войны мамина сестра младшая. Она 23-го года рождения. Тоже ушла в разведку. И дошла до Берлина. Приехала из Берлина уже в 48-м году. Но она рассказывала, говорит, они при штабе там были. Много тоже ничего не рассказывала. Вот. Где, чего, что и как. С какими боями. Дядя, мамин брат. Он майором вышел тоже. Маркешкин. Иван Степанович. В 52-м году тоже умер. Майором он во время Сталинградской битвы был комиссаром полка. Вот. Вот. Вот только в шоу, вот я за это, за него знаю. Вот. Но он пришел. Он еще служил после войны. Вот в 52-м году он до майора дослужился. И умер. Вышел. С машины. Приехал на обед. Еще мамина... Мамин брат сам. Это младший. Не самый младший. Младший у него сестра у нее была. Тетя Лиза. А Иван Степанович... А, это Александр Степанович майор был, который дожил до 52-го года. А Маркешкин Иван Степанович, он у нас был командир кремлевских курсантов. Вот. Они были, как мама рассказывала, они были вот в лагерях летних. Вот. И как война началась, их всех собрали в эшелон. И, в общем, они даже не доехали до этого, до местного назначения. Их эшелон, как тетя потом узнала, их эшелон разбомбили. Вот осталось только две фотографии от него. Я потом принесу их. Вот. А так, мамины братья, кто в Чехии, в Чехословакии погиб, кто там почти до Берлина дошел. Ну, 14 человек, детей. Все во время войны, все воевали. Что еще? Может быть, есть какие-то воспоминания о тех годах, папа или мама, или родственники рассказывали, какие-то случаи? Ну, раньше как-то, господи, я же самая маленькая, 46-го года была. Может, они где-то что-то и рассказывали. Я же не совсем так. Если бы знато было, что вот оно, я бы прислушивалась, конечно. Ну, рассказывали там, помню, что вроде как это самое, так, дядя Павел, у нее брат, мамин, Маркешкин Павел Степанович. Вот. Они, как вот, или он писал, или что, в общем, говорит, письма-то были. Ну, это уже с переездами, где только нет. Ну, мама как рассказывала, говорит, они освобождали Братиславу, город Братиславу. И тоже, говорит, там пришли, ну, как они, город, уличные бои, он все, говорит, вспоминал за эти уличные бои. Мы, говорит, с этой стороны, говорит, а немцы через дом напротив. И вот, ну, что, стреляли. Такого они, что вот, раньше ж нельзя было писать в письмах. Цензура была, что где, дошли, дошли войну, закончили. Слава Богу, дядька хоть у меня до Берлина дошел один хоть. Вот. Александр Степанович Маркешкин. Ну, пока больше ничего. Что помню. Это хорошо еще память какая-то есть. На фотографии там у вас, говорите, у вас... Фотографии я принесла. Вот вы вспомните, что там из фотографий есть, чтобы мы потом могли под ваш текст ее показать, чтобы прокомментировать. Ну, фотографии какие, вот. У папы там все эти, вот, их много. Ну, вот они на поле, как бы, все фотографировались перед боем. Вот. А потом, ну, у дядьки фотография, ну, как они, вот, уже, нет, или при погонах, нет, не при погонах, а вот эти шпалы еще вот. Тоже, их уже здорово-то тоже нельзя было фотографировать. Ну, вот, я помню папина это самое, теткина фотография, она с подругой там, это самое, но написано сзади, что Берлин. То есть, прямо Берлин сделала? Берлин, 45-й год, да, две подружки, они сидят. Принесу-принесу, я найду их, принесу. Ну, что, я же рассказывала, что папа работал после войны кем? Это ж неинтересно. А он что-то заканчивал, да, нашим гарантируем? Он? Ну, я же говорю, он же, это, он служил. И после службы там, ну, это, это сейчас называется так. А раньше, как война началась, их подружье всех. Расскажите, после войны чем он занялся? Так, после войны сразу, ну, он по госпиталям все время, пока руку немножко, хоть более-менее начала подниматься хотя бы. Восстановили немножко, он работал. Вначале в школе ФЗО воспитателем работал у нас. ФЗО – это фабрично-заводское обучение. Он же у меня и токарь раньше был, до армии там, в общем, как он рассказывал. Потом он работал начальником станции, начальником вокзала города Мураши Кировской области. Тоже вот это я уже помню. Я уже там, как Новый год мы там встречали, меня зайчиком одевали. Потом он работал, в газету ушел, корреспондентом, фотокорреспондентом он был у нас. Ну и потом на пенсию ушел. Субтитры сделал DimaTorzok